Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня 47 занятие нашего замечательного курса, в котором мы разбираем с точки зрения еврейской грамматики тексты Торы, Танаха, тексты молитв и так далее. Сегодняшнее занятие по главе очень интересной именно с двух сторон. Вот глава называется Балак, в Израиле ее читали прошлую субботу, то есть вчера, а вне Израиля прошлую субботу читали две главы, Хукат предыдущая и Балак вместе, и таким образом догнали Израиль. Теперь мы идем в ногу. Чем интересна глава Балак? Во-первых, там много действия, и есть что почитать и рассказать даже маленьким детям, а во-вторых, там очень красивые и очень важные слова. Например, вот как я помню, слова Мишклотеха Яков о Алеха Исраиль, с которыми мы встретимся, были написаны на балконе женского отделения нашей синагоги, как некий комплимент еврейского народу, прозвучавший из уст его, в общем-то, очень даже недоброжелателя. Недоброжелателя еврейского народа. Так вот, мы с вами довольно много занимались тем, что разбирали слова известные, так? И я показывал вам, как их узнать, как их узнать, если вы не узнаете их сразу. Потом, на прошлом занятии, мы занимались несколько иным. Я показал вам, что есть такие слова, которые не надо переводить. Именно собственные, так? Вот сегодня я выбрал из главы Балак, наоборот, самые сложные куски. Куски высокого иврита. Высокого, даже не только литературного. Отчасти он считается архаичным. Отчасти какие-то слова можно считать библейскими. И снова напоминаю вам, что у нас есть три ресурса. Прежде всего, текст Торы. Второе – это словарь, который переводит нам определенные слова. Но именно как слова, а не как связанный текст. Я советую вам пользоваться именно словарем, а не переводчиком, например, типа Google Translate. Потому что тот вас только соберет с понтолыку. И третий ресурс – это перевод. Перевод, который уже имеется. Если он имеется, зачем же нам переводить? Во-первых, для того, чтобы научиться. Во-вторых, чтобы понимать точнее. И в-третьих, чтобы на базисе, на основе именно священного текста научиться понимать иврит, изучать слова и изучать грамматику. Так, что мы видим на экране, кроме моей радостной физиономии? Мы видим текст? Текст. Да, видим, видим. Да, да, да. Значит, я выбрал 23 главу, 23 параграф, и следующий за ним 24. Но тот текст, который мне менее интересен, я просто вот так вот уменьшил. А вот то, что мы будем читать, остался вот таким шрифтом. Теперь вы привыкли к тому, что я выделяю слова, некоторые желтым, некоторые зеленым. Желтым – те слова, на которые надо обратить внимание. А зеленым – то, что я вставил в словарь. Ну, как обычно, словарь и сам текст, вот это то, что вы видите на экране, я вставил нашу группу в Телеграм. Но сегодня я не стал выделять слова желтым, потому что их было бы слишком много. Просто по ходу я надеюсь, что вы меня будете спрашивать, если что-то неясно. Очень вам рекомендую открыть, вот этот, если вы в нашей группе в Телеграме, открыть файл, открыть файл словаря, который я вам прислал. И очень вам советую открыть перевод Торы на русский язык. К примеру, вот такой. Сейчас я пришлю вам. Нет, не это, извините, извините. Так, это вот. Бак, вот это. Вот это я вам присылаю. Это я ставлю вам на чат. На чат ставлю вам ссылку, ссылку перевода, который вы можете открыть. Вот так. Хорошо. Так. Наш текст. Начнем вот отсюда. Вайса мэшалом. Вайса. Мы разбирали с вами это. Многозначное слово буквально и поднял, да, и возвысил. Слово мэшаль на современном иврите означает басня, да. Поучение свое, да, свое речение. Вайомер сказал. Это про кого говорится? Про Билама. Злодея. Но нави пророка. Как так получилось, посмотрите в комментариях. И вот что он сказал. Мин Арам Янхэйни Балак. Из Арама. Арамейская земля. Как мы поймем это слово? Яньяхоти. То есть положил меня. Вызвал меня, чтобы расположить здесь. Балак. Кто такой Балак? Царь Муава. Мелех Муав. Мэ-гар-э-лей-кэ-дэм. От слова хар-э-лей от слова агар. От гор. Кэ-дэм это прежде. И это еще и восток. От гор восточных. Лэ-ха. Иди. Это как сказал Балак. Это Мобил Ам. А-ра. 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 Если вы не помните, я напомню вам. А, проклини мне, проклини мне, да, там. Проклини мне, да. Ли Яков. Проклини мне Якова. Мне Якова. У-ле-ха. Иди. Зо-ам-ма Исраэль. Вот это вот слово Зо-ама. Давайте посмотрим в словаре, что оно говорит. Словарь. Зо-ам. Гневаться, сердиться. Да. Ну, мы с вами должны иметь в виду, что перевод словаря дает современный, и он не всегда подходит идеально. Мы с вами увидим, сколько он иногда не подходит совсем. Так. Так. Э-ма-э-ков. Мы узнаем это слово. Нет, вот оно. Да? Вот оно слово. Это будущее время. А вот это настоящее время. Так. Ну, давайте посмотрим, что дает нам словарь. Словарь дает нам... То же самое слово прокляну. Точнее, это дает даже не словарь. Давайте я сделаю вам демонстрацию именно словаря. Там два слова для проклятия используются. Иногда вот это вот первое, где Али Фрейш, и там еще что-то. Иногда вот это второе, где Кухня. Иногда еще и слово Арур, которое, в общем-то, от того же корня. Да? Значит, обратите внимание, что вот когда у меня так в словаре, это я скопировал из словаря ИС. Вот. Когда у меня стоит вот так, значит, я не полагался на словарь. Словарь либо не дает вообще перевода, либо дает перевод, который нам не подходит. Что же я делаю? Я обращаюсь к тексту перевода, да? И беру либо перевод, как здесь, либо иногда даже вот... Сейчас мы посмотрим, как вот, например, здесь, да? Я беру комментарий. Комментарий, который объясняет, почему в данном контексте это слово имеет вот такое значение. Так, мы снова возвращаемся к нашему тексту, да? Как же прокляну я, если не проклинает Бог? Эз, да? Ума эз, ом. Вот оно, это слово. И как я рассержу, если не сердится Всевышний? Кого он должен рассердить? Задача, поставленная Балаком Бил-Аму, в том, чтобы добиться гнева Всевышнего на свой народ. Да? Комментарий расскажет, почему. Ки, мэрош цурим, потому что свершин, что такое цур? Ма-го-с-ур-йешу-а-ти. Свершин сказал. Эр-э-ну. Я увижу его. Ум-ми-гва-от, ги-ва-а, это возвышенность, так? А-ш-у-р-э-ну, что такое а-ш-у-р-э-ну? Я искал в словаре и не нашел, да? Но я нашел что-то похожее. Я нашел некую армейскую команду. Шур, смотри. Очевидно, этот корень используется только в этом значении, в современном иврите. Но в библейском, так, в значении смотреть вообще. У нас есть и другие синонимы. Здесь использован почему-то этот, да? Тоже увижу, буду глядеть я на него. Э-э-э-н. Ам-лэ-вадад-и-ш-кон. Вот ведь. Вот что означает э-э-э-н. Народ лэ-вадад, лэ-вадад. Отдельно. Яш-кон, шохэн, шхуна. Стоящий, стоящий, живущий, стоящий, находящийся. Спасибо. У ваго им и среди народов ло-идхашев. Хашав – это думать. Йидхашев – мыслиться, считаться, засчитываться. И среди народов не числится. МИ-МАНА АФАР ЯКОВ. Кто исчислит прах, песок Якова? Слово «мана» — от него современное слово «моне» — порция. «Монит» — это такси, это сочетание слов «моне» — счетчик и «мехонит» — автомобиль. Так, вот «моне» — счетчик. Кто исчислит прах Якова? «Ум миспар» — это «рова» Исраэль. И численность, что такое «рова»? Вообще-то «рова» я бы счел, что это от «рева» — четверть, но здесь перевод дает число произведенных. Мы видим обычную историю, вот только что у меня был урок, и я рассказывал про так называемую ивритскую поэзию. На примере гимна «Эшетхаиль», который составил кто? Саэш Соломон. Там очень четко в некоторых местах прослеживается, что, как вот мы называем стихами строчки, которые рифмуются друг с другом, то есть заканчиваются одинаково, так в ивритской поэзии, точнее поэтике, фраза состоит из двух частей, где говорится об одном и том же или о чем-то близком, но разными словами, то есть одно подчеркивает и дополняет другое. То же самое мы видим с вами и здесь. Кто исчислит, ну, имеется в виду количество Якова, и кто сочтет количество Истраэля. Тамот навши мод ешарим, умрет душа моя смертью прямых. То есть мечтает он о том, чтобы умереть, как евреи, и среди евреев, да, у теги ахарити, и будет последствие мое, то есть мои последние минуты, секунды, часы, дни и так далее, да, камогу, как он. Так, давайте я все-таки открою вам, открою вам, так, перевод, перевод уже сделанный, перевод неточный, перевод приблизительный, да, но, 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 но важный. Так, так, вот оно, да, из Арама, вот отсюда мы читали, так, вот, выделено, да. И изрек он притчу свою и сказал, из Арама привел меня, была царь Муава от гор восточных, пойди, прокляни мне, Якова, и пойди, гнев навлеки на Истраэля. Как прокляну, если не проклял Бог, и как гнев навлеку, если не гневался Господь, ибо с вершин скал, вижу его, и с высот на него взираю, вот народ отдельно обитать будет, и между народов не будет числиться. Кто исчислит брак Якова, и число произведенных Исраэлем, умереть мне смертью праведных, и да будет мой конец, как его. Вот такую речь Билл Ама из четырех фраз мы с вами прочитали, разобрали и перевели, да, и посмотрели сразу перевод, перевод художественный. Дальше идет следующий отрывок, да, потому что вот это вот мы немножко пропустим, да, и начнем мы с фразы Ютхет, потому что здесь начинается высокий штиль. Ну, аналогично тому, как было в начале прошлого отрывка, и вознес притчу свою и сказал, Кум балак, восстань, встань, поднимись, балак, ушма, и послушай, гаазина от слова озен, уха, да, преклони ухо, услышь, адай. То есть вот это вот слово я пытался разобрать, да, но максимум, что я мог найти, это перевод, внемли мне. Судя по всему, это слово ад, ад это до, а дай это до меня. Ну, мне представляется здесь некая параллель с выражением слушай сюда или слушай до меня, но это могут быть мои фантазии. В любом случае смысл таков, слушай меня, да, послушай, что я скажу. Так, Бно Ципор, сын Ципора. Кто такой сын Ципора? Это балак. Это его отчество. Хотя есть мнение, что Бен Ципор – это его прозвище. Ло-Иш-Эль. Не человек, Бог. Ва-И-Хазев. Что такое Казев? Мы встречаем эту, корень этот в Тьелим, в Галеле, да. Обманывается, что-то значит ругать и обманывается. Коля Адам Козев. Значит, настоящее имя Баркухбы было Бен Козева. Почему так? Не знаю. Но именно из-за неблагозвучия, да, называют его вот таким прозвищем. Сын звезды, а не сын того, кто много лжет. У Вен Адам Ваид Нахэ, Ваид Нехам, да. И не человек, чтобы передумать, чтобы… Ну, я вижу здесь корень. У Вен Адам Нехам. Не слышу. Есть предложение перевести это слово? Нет, у Натана там микрофон. У Натана микрофон включен, и у него там периодически какие-то звуки. Понятно, понятно. Ну, мы надеемся, это будет исправлено, да. Так, ну, я впоследствии прочитаю вам, наверное, художественный перевод. Вот, а пока остановимся на том, что вот эти две части, да, вот это и это, они повторяют друг другу, друг друга. Здесь Иш, здесь Бен Адам. Здесь Ваид Нехам, да. Гагу Амар Вело Яасэ, разве он скажет и не сделает? Ведибер Вело Яки Мэна, и он говорит, и оно не сбудется, не состоится. Ле Лакум, встать, Ле Аким, сделать, да, то есть поставить, восстановить, организовать. Гене, вот, Ва Рэх Лакахти, вот, благословить взял я. У Ве Рэх Вело Аши Вейна. Аши Ве, так, минуточку, Аши Вейна, так, и благословлю, и не отвращусь, не отвернусь от этого. Логи бит Авен Бе Яков, не виден, что такое Авен, так, словарь дает нам, так, Авен, зло, злодейство, да, то есть нет злодейства в Якове, так назван еврейский народ, да. Вело Ра А, и не видно Амаль Бе Исраэль, слово Амаль. Обычно оно означает некий труд, но здесь вот дан перевод нечестие, тягота. Я посмотрел и скопировал для вас комментарий Раши. То есть вот здесь слово Амаль означает преступление, как приводит он пример из Телим. «Зачал нечестие», и там тоже использован корень Амаль, «ибо нечестие и злобу зришь» – это тоже и Телим, потому что преступление есть тягота пред вездесущим. Так объясняет Раши. Вот так мы и примем. Так, имя Всевышнего, Гошем, Элой, Кав, Имо. Бог всесильный с ним. Ват, руат, мэлэх, бо. Я отнес бы это к слову труа, то есть трубление, да. Труа – это один из звуков шофара, который мы слушаем в Раши Шана. Да, но перевод здесь дает, точнее, комментарий дает здесь объяснение другое. Здесь не от слова труа, а от слова раа. Так? Любовь и дружеское расположение, раэву, да, или как раито – это его жена. Интересная аналогия, сейчас мне в голову пришла, из украинского. Как по-украински называется жена, кто-то знает? Ну, так и как-то похоже. А, дружина, 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 дружина. Меня это немного напрягало вначале, но вот пришлось принять, да. Вот. И тоже есть аналогии, которые Раши приводит из Танаха. Так. Продолжаем. Так. Величие царское в нем. Так. Бог вывел их из Египта. Вот это слово важное, оно встречается в нескольких местах. Величие. Обратите внимание, что даже здесь словарь дает пометку – это литературное слово. То бишь, оно используется в возвышенной речи, но не на улице. Продолжаем. Ветуафот. Дальше слово аре-эм. Вот. С этим словом надо разобраться. Я переключу вам на словарь. Так. И вот, что он дает. Аре-эм – это некий вид антилоп. Я не поленился и заглянул в Google Translate. И тот мне показал даже некую сабельную антилопу. Антилопу, имеющую длинный прямой рог. Так. Вот. Но я знаю, что часто в Танахе этим словом обозначают единорога. Такое мифическое существо. Ну, для нас оно мифическое. Вот. Но я не исключаю, что современники Давида его еще видели. Редко, наверное. Я думаю. Отрицать это нельзя. В любом случае, в современном аврите этим словом обозначают животное с длинным прямым рогом. Так. И вот, какой комментарий дает Раши. От слова «ром» – «рам». Возвеличенный, вознесенный. Величие. Вот. И также в книге Иова тоже есть слово «тоафот». И оно означает «мощь, силу». Это к предыдущему слову. Вот. Вот еще есть интересное объяснение, которое приводит Раши на основании филоматического трактата «Гетин». Посмотрите без меня. Возвращаемся к нашему тексту. Так. «Ветоафот рэм ло». «Ки ло нахаш бяков». Слово «нахаш». Мы знаем, что это змей. Но что такое «ле нахэш»? Угадать. Либо произвести некое колдовство, в результате которого получить информацию, которая, в общем-то, тебе не предназначалась. Ибо нет колдовства в Якове. «Велок кесем ба Исраэль». Слово «кесем» – «я не стал вообще ничего выделять желтым». В современном варите означает что? Фокусы. «Косем» – это фокусник. То есть, нет иллюзии в Израиле. «Каэт» – это время. То есть, сейчас. «Е амер леяков у ле Исраэль» – будет сказано еврейскому народу. «Ма паал эль» – «что совершает Бог». «Ген» – вот ведь. «Ам ке лави якум». «Лави» – вот это слово, да? Означает «молодой лев». Есть другие слова, есть «арье», но «лови» – это именно «левенок». «Как лев молодой якум» – встанет он. «Ве ха ари» – вот здесь уже слово «арье». «И как лев» – «гид на се» – поднимется. «Лоишкав» – «не ляжет» – «ад йохаль тереф» – пока не съест растерзанное. «Ведам халалим гиште» – и кровь падших, да, убитых, выпьет. Вот такой поэтический отрывок с 18-й фразы до 24-й. Давайте я прочитаю сейчас в переводе. Нет, не это я хотел вам открыть. Хотел я вам открыть перевод. Что-то не то. Что-то опять не то. Что мы видим, господа? Видим этот словарь. Словарь, да, словарь. Вот, вот, вот. Вот теперь перевод. «И извлек он притчу свою и сказал, «Встань, балак, и слушай, внем ли мне сын Цепора? Не муж есть Бог, чтобы ложь говорить, и не сын человеческий, чтобы решить на иное. Он ли сказал и не исполнит, говорил и не осуществит? Вот веление благословить получил я. Он благословил, и мне не отвратить. Не усмотрел кривду Якове, и не узрел нечестие в Исраэле. Господь, Бог его с ним, и расположение царское с ним. Бог вывел их из Митсраима, мощь Всевышняя у него, ибо нет ворожбы у Якова и волховства у Израиля. В свое время будет сказано Якову и Израилю, что содеял Бог». Ну, тут немножко не так, как я перевел, да, со временами глаголов. «Вот народ, как лев встает и как лев поднимается, не ляжет, прежде чем есть будет добычу и кровь убитых пить». Ну, тут есть и интересные комментарии, но я раскрываю комментарии только тогда, когда это помогает нам понять прямое значение слова. А посмотреть вы можете, ссылку я вам дал по этой ссылке. В общем-то, без тонах вы можете открыть в переводе с комментариями. Так, продолжаем, продолжаем разговор. Так, возвращаемся в наш текст. Пропускаем несколько фраз из конца 23-го параграфа и переходим к параграфу 24-му. Так, он практически весь представляет собой, ну, с дополнениями некоторых комментариев, да, речь Белама, точнее, несколько речей Белама. И здесь будет интересно посмотреть некоторые слова. И увидел Белам, что хорошо в глазах Всевышнего благословлять еврейский народ, и не пошел, как в прежние разы, навстречу буквально колдовству. И обратил лицо свое к Мидбар, к устыне. Вот здесь, да, здесь, это глагол, да. Вав мы отбрасываем как неотносящийся к глаголу, да. И мы видим три буквы, да. Это три буквы корня. Если я задам в словаре, словарь не знает такого слова. Значит, очевидно, это вот буква ТАВ, да. Либо она что-то заменяет, либо она дополнение, да. Каков же корень? Я надеюсь, Анна нам объяснит. Если из трех букв корня мы видим только две, что это может значить? Значит, одна буква выпала просто, была слабая буква и выпала. Да, а как нам догадаться, что это за буква? Вот буква, да. Значит, это, есть несколько вариантов, вот. И мы с вами увидим два из них. Два из, по-моему, четырех, но как раз менее типичные, да. Вот, что мне удалось найти в словаре, да. ШАТ, ШАТ, обратить внимание. ШАТ-ЛИБО, обратил буквально сердце, да. Здесь у нас ШАТ-ПАНАФ, да, обратил лицо, то есть повернулся, да. Вот, то есть здесь, очевидно, просто корень не проявляется. Не проявляется, значит, нам не должно быть так уж важно, что там за буква была, да. В конце концов, есть корни и двухбуквенные, может быть, она и здесь, да. А вот сейчас мы увидим следующий корень, да. Здесь понятен, да, обратил лицо свое к пустыне. ВАИСА БИЛАМ ЭТ ЭЙНАВ и поднял БИЛАМ глаза свои. ВАЯР ЭТ ИСРАЭЛЬ и увидел еврейский народ. ШОХЕН, располагающийся ЛИШВАТИМ по своим коленам. Коленам. Да, да, верно. ВАТГИ АЛАВ и был на нем РУАХ ЭЛОХИМ, Дух Божий. ВАИСА МАШАЛО и снова вознес он притчу свое, ВАЙОМЕР, и сказал, НЕУМ БИЛАМ. Что такое НЕУМ? Это буквально произносить речь, говорить. БНО БЕОР, СЫН БЕОРА. УНЕУМ ГАГЕВЕР ШЭТУМ ГААИН. И вот говорит мужчина, что такое ШТУМ ГААИН. АИН – это глаз, да. Слово ШТУМ, словарь, дает нам с зияющим глазом. Есть интересный перевод, интересный, извините, комментарий. Я думаю, что вы сможете его раскрыть и почитать. Это вам что-то даст, да. Но удивительно, что вот совпадает предыдущее слово, которое мы разбирали. ШАТ и ШЭТУМ. Две буквы из трех. Я думаю, что это не случайно, да. Почему с зияющим глазом даст, объяснит вам комментарий. НЕУМ ШОМЕА ИМРЕЙ ЭЛЬ. Говорит, слушайте слова Всевышнего. АШРЕЙ МАХАЗЕ ШАДАЙ. Что такое МАХАЗЕ? Наблюдать, видеть, да. Счастлив тот, кто видит Всевышнего. Но видеть Всевышнего нельзя. Но можно более или менее видеть его пути. Счастлив тот, кому это удается. ЕХЕЗЕ НОФЕЛЬ УГЛУЙ ЭЙНАИМ. ПАДАЕТ И ГЛАЗА ЕГО ОТКРЫТЫ. Что это означает? Интересный комментарий дает. Но наша задача сейчас переводить слова. МАТОВУ ОГАЛЕХА ЯКОВ. Как хороши твои шатры ЯКОВ. МИШК НАТЕХА ИСРАЭЛЬ. Твои жилища Израиль. Ну, все-таки не удержусь. И дам вам комментарий, который в традиционный не входит. Для тех евреев, которые названы здесь ЯКОВ, что такое ОГЭЛЬ? ОГЭЛЬ – это то место, где они изучают Тору. Здесь говорится о тех евреях, которые работают, но находят час или два, или несколько часов в субботу, чтобы изучать Тору, где в Ешивах и Синагогах. А МИШК НАТЕХА ИСРАЭЛЬ. Для других евреев Тора является постоянным занятием. И это их МИШКАН. Там они находятся постоянно. То есть еврейский народ состоит из двух групп, которые взаимно дополняют друг друга. Одни работают и находят время, чтобы заниматься Торой. Другие посвящают всю свою жизнь изучению Торы. И каким-то образом, как вы видите, устраиваются. КИНЕХАЛИМ НАТАЮ. Что такое НАХАЛЬ? РУЧЕЙ. Поток вот. Н-НИ-ТА-Ю. Вот, вы знаете, я это слово выделил. И посмотрел в словаре. Действительно, это слово редкое. НАТА-ЛИН-ТОТ. 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 Потому что есть другой корень с Айном. Склоняться, наклоняться, иметь склонность. И вот выделил я вам выражение. НАТА-ЛИН-ТОТ-АТ-ЛИН. Извращать правосудие. То есть склонять закон к своему предвзятому мнению. И такое значение, в общем-то, совпадает с склонять. Куда-то в сторону направлять. Потому что здесь перевод нам даст, что ручьи эти обегают его. То есть окружают его. К-ГАН-ОТ. А-ЛАЙ-НА-ГАР. Что такое Ган? Сад. А-ЛЕЙ – это над рекою. Сад, который орошается рекою. К-А-ГАЛИН. К-А-ГАЛИН НАТА-ХАШЕМ. Что такое А-ГАЛИН? Если бы мы не посмотрели словарь, мы могли бы подумать, что это слово ОГЭЛЬ. ОГЭЛЬ – это как вот здесь, да? Но это слово другое. Оно обычно переводится как АЛОЕ. А словарь дает нам значение АЛАЛЬ – некое растение. А Раши переводит как деревья АЛОЙНые. И приводит, например, из ТИЛИМ. Так. Тогда еще не было этих деревьев. АЛОЙНЫЙ деревьев? Да. Они были в Америке только, в Южной. Или в Центральной. В СССР таких еще не было. Я знаю, что кактусы приехали из Америки. АЛОЙНЫЙ – это та же МИШПАХА. Ну, честно говоря, значит, это ошибка переводчика, если это действительно так. Вот. Словарь дает, знаете, какое значение? Полуденник растения. Мне это ничего не говорит от названия. Увы. Ну, наверное, это что-то похожее. А это название прилипло к известному растению АЛОЕ. И, очевидно, отсюда такое заблуждение. Ну, что же, спасибо за замечание. Буду знать. Мне тоже казалось немножко странным упоминание АЛОЕ. Но, может быть, вот это вот растение Полуденник чем-то, оно примечательное. Продолжаем, да? Так. НАТА ГАШЕМ, да? Который посадил Всевышний. КААРАЗИМ, что такое? А. АРЗЕЙ ГАЛВАНОН. КЕДРЫ ЛИВАНСКИЕ. КАКЕДРЫ АЛЕЙМАИМ. ПОСАЖЕННЫЙ НАД ВОДОЮ. ЕЗАЛЬ МАИМ МИ ДАЛЬЯВ. ЕЗАЛЬ от слова, вот мы видим здесь тоже, две буквы из корня. ЗАИМ и ЛАМЕД. Так? Как вы думаете, ваше предположение? Где третья буква, да? Где она была и какая она была? Давайте сделаем так. МАИМ – это вода, да? МИ ДАЛАВ от слова ДЛИ. ДЛИ – это ведро. Итак, ЯЗАЛЬ, это очевидно, выливает, поливает воду из его ведер, да? То есть это такой образ, что Всевышний орошает пассажи и свои насаждения, следит за ними. Так? А какое слово у нас есть близкое, да? Никто не догадался. Это слово НОЗЕЛЬ. НОЗЕЛЬ означает жидкость. Да? Я вот, видите, тоже не угадал это слово. Я его не узнал. ЕЗАЛЬ от НОЗЕЛЬ, да? Нун, первый нун, корневой он выпадает иногда. Так? Так, ВЕ ЗАРО БЕМАИМ РАБИМ и СЕМЯ его СЕМЕНА в водах многочисленных. ВАЯРОМ МЕ АГАГ МАЛКО. Кто такой АГАГ? Это тот царь, которого должен был убить царь Шауль, но чего-то не сразу убил, но потом таки его убили, но все-таки вред от него остался, короче. Но заметим, что дело происходит на несколько поколений раньше, да? Времена Моисея. Ну, он же типа пророк был, этот Балам, ну, с пророческим даром. Ему это можно, да. Так, МАЛКО – это царство его. И поднимется от АГАГа царство его. ВАТИНАСЕ МАЛХУТО. И поднимется, да, вознесется царство его. ЭЛЬ МОТСИО МИМИТСРАИМ. Бог вывел его, то есть евреев, из Египта. КЕТОАФОТ – это слово мы разбирали. АРМЛО – да. Могущество буйвола. Ну, это я условно говорю. Единорога, антилопы, да. То есть мощного зверя. Но антилопа, честно говоря, кому-то приходилось видеть антилоп. У нас они живут буквально в 100 метрах. В БАРЭС полно их бегают. Да, да, да. Они небольшие такие животные. Но здесь... В Ренеуата там, знаете, целый, это самое, такой заповедник там, когда едем. Типа хайбак такой. Есть и в середине, и в центре Иерусалима участвуют. В Иерусалиме есть там, да. Да. А у меня тут рядом есть. АРМЛО – это хайбак и алим называется еще. Ну, в общем, антилопы здесь не очень подходят. Очевидно, очевидно. Имеется в виду некое другое животное. Либо мы его не знаем, оно вымерло. Либо мы уже его называем по-другому и не ассоциируем это слово с ним. Да, какое-то более мощное животное. ЙОХАЛЬ ГОИМ ЦАРАВ. И буквально съест он народы, которые враги его. От слова цар. Что такое цар? Да. Царот – это беды, горести. Отсюда идишское слово цорес. И, вполне возможно, русское слово царь. Ну, это шутка. ВЕ АЦМОТЕЙЕМ ЙИ ГАРЭМ. Что такое АЦМОТЕЙЕМ? Кости их. А что такое ЙИ ГАРЭМ? Оказывается, это значит, перегрызет он. Так. ВАХИЦАВ ЙИМ ХАЦ. Что такое ХЭЦ? Стрела. А что такое ЙИМ ХАЦ? МАХАЦ? Раздавить, размажить. Да. То есть, врагам не поможет никакое оружие. КАРА ШАХАВ КААРИ. Вот это слово, да? Я назову вам, где мы этот корень встречаем. В молитве, точнее, в тексте молитвенном. АЛЕЙНУ, когда мы говорим о НАХНУ КОР ИМ УМИШТАХАВИМ УМУДДИМ. Что такое КАРАТЬ, которое пишется вот именно так. КАФ РЕЙШ АЙН? Преклонять колени. Да. ШАХАВ прилег. КАРИ. Как ЛЕВ. УХЕЛАВИ. Слово ЛАВИ. Мы перевели, как Молодой ЛЕВ. МИЯКИМЕНУ. Кто сможет поднять его? МЕВА РЕХИХА БАРУХ. Тот, кто благословляет его, благословен. ВЕ ОРА РЕХА АРУР. А проклинающий его проклят. Вот вам еще одно слово, которое означает проклятие. Где мы его, откуда мы его еще видим? АРУР АМАН. Проклят АМАН. ВАЙХАР АВ БАЛАК. И возгорелся гнев БАЛАКа. ЭЛЬ БАЛАМ НА БАЛАМА. ВАЙИС ФОК. ВАЙИС ПОК ЭТ КАПАВ. И буквально всплеснул он руками. Этот корень, есть слово САФЕК, сомнение. Есть слово САПАК. Тот, кто снабжает. Но здесь оно означает несколько другое. Поэтому, видите, без словаря нам не обойтись. ВАЙИС ПОК. ВСПЛЕСНУТЬ РУКАМИ. Так. ЭТ КАПАВ буквально ладонями. ВАЙОМЕР БАЛАК ЭЛЬ БИЛАМ. И сказал БАЛАК БИЛАМУ. ЛАКОВ ОЙ ВАЙ КАРАТИХО. ПРОКЛЯТЬ, ПРОКЛЯСТЬ ВРАГОВ МОИХ. ПОЗВАЛ Я ТЕБЯ. ВЕГИНЕ. БЕРАХТА БАРЭХ. А вот ты благословлять благословил их. ЗЕШАЛОШ ПАМИМ. Уже три раза. ВЕАТА. АТИПЕР. БЕРАХ ЛЕХА. БЕГИ ОТСЮДА. СКРЫВАЙСЯ ОТСЮДА. ЭЛЬ МЕКОМЕХ. МЕКОМЕХА. НА МЕСТО СВОЕ. АМАРТИ. СКАЗАЛ Я. КАБЕД АХАБЕДХА. ЧТО Я ТЕБЯ ХАРОШО УВАЖУ ПОЧТУ ВЕГИНЕЕ. НА А НА МА НА А ХА. ХАШЕМ МИ КАВОД. И вот лишил тебя Всевышний почета. То есть ты утверждаешь, что ты не можешь сказать ничего, кроме слов, которые вкладывает в твои устав Всевышний. А он делает так, что лишает тебя этого почета. ВАЙОМЕР БИЛАМЕР БАЛАК. И сказал БИЛАМ БАЛАКУ. ХАЛО ГАМ ЭЛ МАЛАХЕХА. Разве даже к твоим словам МАЛАХ, иногда мы переводим как ангел, а иногда как посланец, слуга. Слугам твоим, АШЕР ШАЛАХТА ЭЛАЙ, которых ты посылал ко мне. ДИБАРТИ, ЛЕЙМОР, говорил я следующее. ИМИ ТЕНЛИ БАЛАК МЛО ВЕЙТО. Если даст мне БАЛАК, полный дом его, КЕСЭФЕЗАГАВ, серебра и золота, ЛО УХАЛЬ ЛААВОР, не смогу я перейти, нарушить, ЭТ ПИАШЕМ, уста Божьи. ЛААСОТТОВА, ОРАА, МИ ЛИБИ. Сделать что-то хорошее или что-то плохое от сердца моего, то есть по своему желанию. АШЕР ЕДАБЕР АШЕМ, то, что скажет Бог, ОТО АДАБЕР, то и я скажу. ВЕАТА, а сейчас, ГИНЕНИ ГОЛЕХ ЛЕАМИ, вот я иду к народу моему. ЛЕХА, ИАЦХА, ИДЮМ, я дам тебе совет. От слова ЙОЭЦ, советник, ЛЕХАЦ, дать совет. МОАЦА, так называется, то, что по-русски тоже, в общем-то, называется словом совет. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. По сути, это орган, почему он назывался советом. От слова советоваться, совещаться. И здесь, МОАЦА от слова ЙОЭЦ. АШЕМ, я АСЕ, ГААМ, ГАЗЕ, то, что сделает народ этот, ЛЕ АМХА, народу твоему, то есть, что евреи причинят МОАВИТЯНам, БААХАРИТ АЯМИМ, в конце дней. ВАЙСА МЕШАЛОВА ЙОМЕР, и вознес притчу свою, сказал, НЕУМ БИЛ АМБНО БЕОР, вот говорит речь, БИЛ АМСИН БЕОРА, УНЕУМ ГАГЕВЕР, ШЕТУМ ГААИН, и говорит, МУЩИНА МУЖИК С ЗИЯЮЩИМ ГЛАЗОМ, НЕУМ ШОМЕЯ АМ ИМРЕЙ ЭЛЬ, говорит, послушай слова Всевышнего, ВАЙОДЕА, ДААТ ИЛЬЁН, и знает он знание высшее. МАХАЗЕ, то есть, ЗРИТ, видит пророчески, ШАДАЙ ЕХАЗЕ, то есть, то, что дает ему Всевышний увидеть, он видит как пророк. НОФЕЛ У ГЛУЙ ЭЙНАИ, падает, но глаза его открыты. ЭРЭНУ ВЕЛО АТА, вижу я их, но не сейчас. АШУРЕЙНУ, этот корень мы с вами нашли в армейской команде, да? ВИЖУ Я ИХ ВЕЛО КОРОВНО, НЕ БЛИЗКО. ДАРАХ КОХАВМИ ЯКОВ. СЛЕДУЕТ, СТУПАЕТ ЗВЕЗДА ОТ ЯКОВА. ВЕКАМ ШЕВЕТ МИ ИСРАЭЛЬ. И ВСТАЕТ ПОСОХ ОТ ИЗРАИЛЬ. У МАХЕЦ ПААТЕЙ МОАВ. И ПОЖРЕТ БУКВАЛЬНО КРАЯ МОАВА. МАХЕЦ СЛОВАРЬ ДАЁТ НАМ ТЕЖЁЛЫЙ УДАР, да? А вот это слово ПЭАТЕЙ, может быть, кто-то догадается, посмотрите на него. Подсказка, посмотрите на него и на меня, да? Какое слово мы знаем с этим корнем? А, ну, КРАЙ, да? КРАЙ ПЭОТ, да, вот это ПЭОТ. КРАЯ, КРАЯ ПРИЧЁСКИ, да? И, соответственно, ПЭТАЙ, КРАЯ МОАВА. ВЕ КАРКАР КОЛЬБНЕЙ ШЕТ. КАР, КАР, да, даёт словарь, даёт словарь, даёт словарь. Так, а что-то я это не перевёл. Хотя я смотрел это слово, но я его уже забыл. Извините, посмотрите в словаре. Не буду тратить ваше время, перейдём к дальнейшему, да? КОЛЬБНЕЙ ШЕТ. Всех сыновей Шета. Помните, кто был такой Шет? От кого мы с вами произошли? От Адама? Ну, это сын Адама, которого все человечество всё и произошло. Ну, должен сказать так. От Гевеля нет потомства, да? А Ткаина какое-то странное потомство непонятное произошло или не произошло. Ну, да. Митроши говорят. Вот, ну, в любом случае, по прямому тексту, Ноах, он потомок именно Шета, да? Да. А вот жена его из потомства Каина. Да, да, да. Точно. Бывает такое с женщинами. Ве Гая Эдом. Эдом – это какой народ? Да, это Эйсаб. Да, Эйсаб. В дальнейшем… Да, 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 да. По-моему, тоже Эдом тоже. Тоже, тоже. Он же Эдом, он же… Да. Ойвав, да, его враги. Ве Исраэль осе хайль, да? Делает, делает что? Доблесть, да? Вайерд. Вот хорошее слово, да? Корень юд, рейш, далет. Известен нам, например, по названию реки Ярден, который что? А спускается, спускается. Но здесь значение другое. Дело в том, что есть еще одно значение, да? Которое обыгрывается там, где мы впервые встречаем это слово. А где оно встречается? Это, оказывается, двадцать восьмой стих вообще всей Торы главы Брешит, да? Я специально посмотрел и выписал ее, да? Сказано там «Урду бидгат аям» и «властвуйте над рыбой морской». Так? Но то, что этот корень означает и «властвовать», и еще и «спускаться», да? Падать, да? Из этого комментарий видит в этом намек, да? Что если еврей... Нет, вообще человек в Брешит, в первой главе евреев еще не было. Если человек ведет себя как человек, да? Он властвует над всей природой. Если же он потакает своим инстинктом, то он падает ниже всех других созданий, потому что даже, ну, например, лягушка может сказать ему, чем ты гордишься? Я создал раньше тебя, я старше тебя. Так что Баерет здесь и будет властвовать, да? Власть ми-яков от Якова. В-е-е-вид, да? Здесь слово «алеф-бет-далет». С «Айном» это было бы «работать», «поработить». А здесь это слово «ле-абет-исчезать», да? То есть уничтожать. Сарид, слово «сарид» – это тот, кто остался, да? И будет уничтожен весь остаток ме-ир от города, от града. Ва-яр-эт Амалек. И увидел он Амалека. Ва-исам-шалава-йомер и вознес свою притчу, сказал «Решид-го-им Амалек». Первый среди народов Амалек. «Ва-ахарито», а его будущее, его последнее, «Адэй-овед», да? Будет он истреблен. «Овед» – да? Через «алеф» – это исчезновение. «Ва-яр-эт-ха-кей-ни». И увидел он кенейца, «Ва-исам-шалава-йомер», и вознес притчу свою и сказал «Эй-тан-мошавеха». «Эй-тан-мощный», сильный, да? Буквально сидеть, да, твое нахождение, то есть твое теперешнее состояние. «Ве-сим-басэла-ки-не-ха». И на скалу твою ты кладешь, ты располагаешь, что такое кенеха, от слова «кен». «Кен» – это гнездо, то есть убежище, то есть свое жилище, да? Здесь, очевидно, обыгрывается слово «кен» – гнездо. И название народа «кэ-ни». «Ки» – им и е. Ибо, если будет «Лэ-ва-эр» – ка-ин. «Лэ-ва-эр» – это, как мы называем, уничтожение хамца, биур-хамец, да? устранение, уничтожение и буквально даже выжигание. Кенейтс – это слово кен, название народа. Интересно. Айарад – это тоже как бы... Два значения этого корня, уж не знаю, как они связаны. Одно – спускаться, падать, другое – властвовать. Понятно. Интересно. Я не вижу, кто вы, но вы раньше не посещали наши занятия, да? Это замечательно, Женя Шнитман. Ага. Это я к тому, что я рад абсолютно всем, но тот, кто приходит впервые, я ему рад еще немножечко больше. Вот. И надеюсь, и надеюсь, что вы нас не покинете. Хорошо. Женя нас не покинет, он сосед по Малэ Адумим. Не, не, не. Сосед? Сосед по Малэ Адумим. А, замечательно, да. Как называется человек, урожденный в Малэ Адумим и живущий там постоянно? Адумимец. Есть лучшее значение, лучшее слово. Знаешь, как вот используется слово сын такого-то, да? Как, например, бар Митм. Так вот, бар Малэ. А, окей. Красиво? Ну да, замечательно. Это мое изобретение. Классно. Я подарил Кантереру несколько лет назад. Ну вот, он это держит в секрете. Да. Хорошо. Так, Каин Адма Ашур Тишбека, да? Бум. Так, Левайер Каин Адма. То есть, будет и уничтожен Каин до... Что такое Ма? Ну, что это такое? Что осталось? Практически до полного исчезновения. Ашур Тишбека. Что такое Ашур? Ашур Тишбека, я забыл. Ой, слушайте, у меня... Я же сообразил насчет этого слова. А сейчас я напрочь забыл, что собирался вам рассказать. Ну ладно. Раиса Мишелова Йомер. Ой. Ну, слово «ой» не нуждается в переводе. Ми-их-е. Кто выживет, да? Ми-су-мо. Так, вот это слово я вам скажу, да? От слова Шамам. Вот вы видите, что Шамам. Корень состоит из буквы Шин и двух букв Мем. Когда вторая и третья буквы корня одинаковы, совпадают, да? Иногда они сливаются. И здесь мы видим только одну из них, да? Что такое Шимем? Шамем. Был потрясен, был поражен. То же самое, как предыдущее. Уничтожен, да? А Эль, то есть Всевышний уничтожит его. Ва Цим. Вот это слово тоже хотел бы объяснить. Значит, Цим называется морская компания. То есть, компания морских грузоперевозок, израильская. Так вот, оказывается, это сокращение, где используется первое слово ЦИ, что означает флот, флотилия. Я такого слова, честно говоря, нигде в другом контексте не встречал. Значит, что такое Цим? Это торговые судна. Ми-яд-ки-тим. Китим – это народ, да? То есть, придут корабли от вот этих Китим, ве-ину Ашур, и покорят Ашур, да? То есть, ве-ину Эвет, и сделают его рабом. Ве-гам-гу, и также и он, а дэй Овет, в будущем будет уничтожен. Ва-якам Билам, ва-я-лех, ва-я-шеб-лим-ку-мо, и пошел Билам, и встал Билам, и пошел. И возвратился вместо его, вместо свое. То есть, где он жил? Ве-гам-балак, а-лах, ле-дар-ко, и Балак также пошел дорогой своею. Вот мы разобрали довольно тяжелые и трудные для понимания, и даже для чтения, самые трудные отрывки из главы Балак. Почему бы мы выбрали их? Чтобы показать, что даже такие трудные тексты очень во многом могут быть разобраны. Посмотрите, не так уж много слов я здесь выделил, не так уж часто они идут. Ну, на самом деле, я, конечно, опирался на свой тезаурус, на свой словарный запас. Но тот запас, который я считаю стандартным для человека, который немножко знает иврит, либо потому что он живет в Израиле, либо потому что он, в какой-то мере, там Тору изучал, ей занимался. Даже, значит, опираясь вот на такой свой запас, человек может понять общий смысл. А если он параллельно будет заглядывать в перевод, если он этим путем идет, то он многие слова поймет и разберет. Вот на этом я заканчиваю сегодняшний доклад. Пожалуйста, с вопросами. Я хочу сказать, что очень интересно было слушать новые слова, но вот там мне очень понравилось, потому что там было у нас слово «царь Ог», это самое, которого Шауль должен был уничтожить. А, там Агак был, да? Агак, да. Агак, да. Так, из этого можно сказать, что летописец, который писал книгу Белама, по всей видимости, он писал уже во времена Сара Давида. Ну, есть и мнение, что поскольку он был пророком, он мог это увидеть. Либо, что Агак – это не только имя конкретного человека, но и одно из названий его народа. Но таких примеров не так уж мало. Например, царь Давид описывает разрушение храма, а при жизни Давида храм еще не был даже построен. Да, еще и в нам был построен. Действительно, я встречал объяснение от весьма таких знающих людей, что эти дгилим были последствия добавлены в книгу, которую в основном составил Давид. Но, тем не менее, меня вполне устраивает объяснение, что царю Давиду было дано в пророческом видении видеть, что произойдет в будущем. Ну, на то он, в общем-то, и великий человек. А вот где этот Агак, я, честно говоря, не помню. А мы как бы где-то, мы сегодня как раз прочли его как раз. Да-да-да, в 24-й главе. Да, было такое, да. Я сейчас пытаюсь посмотреть по переводу, как, что тут перевод нам дает. По такой же теории говорят, что книга пророка Ишаягу написана двумя людьми, потому что там упоминается царь Кир, который выведет, отпустит евреев из Вавилона, а его тогда еще быть не могло. Ну, это подход так называемой библейской критики. И есть очень вполне достойный ответ. А что Туру? Туру писали аж пять человек, там пять авторов у нее есть. Не-не-не, не пять человек. Я в свое время, я в свое время изучала. Да-да-да. Пять – это очень просто. Слава Богу, оно не единственное. Да-да-да. Ну, мы посмотрим, это можно проверить. Да. Это вообще книга интересная, она как бы такая поэтическая, скажем, я бы сказал. Именно так. Вот этого слова мне как раз не хватало, да. Вы правильно сказали, да. В отличие от других глав, она какая-то такая, такое поэтическое у нее. Ну, я добавлю, что 36 лет назад именно вот с главы Билл-Ам я начал последовательное чтение Торы. И вот, знаете, читаю до сих пор и нахожу каждый раз что-то интересное. Вот. И еще одну историю какую-то хотел я вам рассказать по этому поводу. О чем была речь только что перед этим? А, вот, 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 конечно. Это мне рассказывал отец одного моего старейшего приятеля. Вот. Он рассказывал, как в институте сдавал немецкий язык. Вот. И не успел как-то подготовиться к экзамену. И вместо того, чтобы текст перевести на тот немецкий, который они в институте изучали, он в некоторых местах воспользовался знанием иедиша. И сначала преподаватель, который, конечно, тоже был евреем, да. Сначала он немного напрягся, потом он заулок в лавска. А подговорить он сказал, берите пример с Лазаря. Он не просто рассказал это на немецком, а он использовал высокий стиль и диалектные слова. Вот такая замечательная история. Дай его всем евреям так защищать друг друга. Спасибо вам. С Божьей помощью. Спасибо вам. Окей. Мы пересечемся. Натан, ты уже приехал, да? Да, я уже доехал. Памят. Хорошо, всем. Да, да, да. Да, нет, просто хотел всем сказать счастливый пока. Да, аналогично. Окей. Так.